Умные люди покупают биткоин сейчас, а не по 100 тысяч долларов плюс. Это не значит, что он не может упасть еще на несколько тысяч долларов в моменте. Это значит другое, что сейчас в долгосрок очень пригодная зона для аккумуляции. Как мы можем видеть с вами из этого графика. Под этим постом в нашем телеграм-канале вчера разожглась веселая дискуссия. Вы можете сами ее почитать, если вы подписаны к нам в телегу. Многие действительно не верят в это, потому что самое сложное покупать по таким ценовым значениям, которые оказываются самые пригодные. Многие не верят, говорят, что какой сейчас другая ситуация, сейчас мировой финансовый кризис. Но, ребят, вы забываете, видимо, что кризис – это время возможностей, и покупать нужно именно в кризис. А разгружаться нужно там, где все бегут покупать. И вам никогда не будет хотеться покупать в разгар медвежьего рынка, как раз как пишут. Но покупать нужно в разгар медвежьего рынка, а продавать нужно в разгар бычего. Тем не менее, давайте взглянем на график и посмотрим, что он для нас рисует. На дневном таймфрейме у нас абсолютно четко отработало вот это сопротивление, о котором мы говорили в прошлых видео. Мы снова от него отбились вниз. Тем самым рисуем треугольник с повышающимися минимумами и понижающимися максимумами. К чему это приведет? Да, конечно же, к пробою, к сильному пробою в одну из сторон. Но в какую сторону будет пробой? Я думаю, вот этот вопрос вы сейчас задаете себе. И на самом деле это все еще может быть пробой вниз, но это может быть ложный пробой вниз с последующим отпрыгиванием наверх. Поэтому сейчас я бы не рекомендовал рисковать слишком большой суммой для этого трейда и трейдить на пробой. Потому что если будет пробой вверх, он также может быть ложным. Вы здесь зайдете в лонг и цена упадет. Или наоборот, это может быть ложный пробой вниз и цена отскочит. И просто вынесет вам стопы. Поэтому здесь скорее нужно ждать более точного подтверждения. Это может быть и не ложный пробой, например, сразу наверх. Но тем не менее формация очень похожая на ту, что мы видели на дне предыдущего медвежьего рынка. Посмотрите. Мы очень сильно упали, не удержав вот это вот дно в 6000. Это наши 30, грубо говоря, с вами. Упали на 3, на наши 18. Отскочили вяленько и долго-долго спускались на двойное дно. Вот что мы сейчас похоже рисуем. Очень похожая формация. И когда никто не верит, выглядит все помедвежьи, нисходящий треугольник. Все начинают выходить с рынка шортить. Он как раз начинает разворачиваться в параболу. Поэтому сейчас буквально вот решается судьба всего крипторынка. Если биткоин начнет делать вот так, это будет очень-очень хорошо для остальных монет. Но что по остальным монетам, ребята? Ripple впереди планеты всей. И, кстати, не только Ripple. Сейчас мы об этом поговорим. Но сначала давайте взглянем одним глазком на фондовый рынок. S&P 500 сделал ложный закол вниз, о котором мы говорили как раз сейчас на биткоине. Но при этом, смотрите, желтая точка на дневном сайфере здесь и здесь. То есть уже вторая желтая точка. Первая отыграла хорошим отскоком. Примерно на 13%. Но на дневке я вам говорил, что желтых точек может быть подряд и 2, и 3. Самая сильная, конечно, желтая точка – это на недельке. На недельке у нас ее пока нет. Но если вы отмотаете в историю S&P и посмотрите, где у нас были желтые точки на недельке, то они были на абсолютном дне рынка. Так что это очень сильный сигнал. Причем там на разных таймфреймах. И если совпадают желтые точки и на 5-дневном таймфрейме, и на 3-дневном таймфрейме, вот видите, и на дневном там также будет желтая точка, то это как бы уже все, ультимативный сигнал дна. Поэтому сейчас, конечно, говорить преждевременно о том, что это дно, но на 2-дневном пока зеленая, но на дневном уже желтая. Так что, опять же, о чем это нам может говорить? Не о том, что это абсолютно ультимативное дно, но хотя бы как минимум сильный отскок мы можем отсюда ждать, вот к этой линии сопротивления, как вариант. Тем более индекс доллара DXY тоже уже находится в такой нереальной параболе, что пора бы ему, как говорится, и хотя бы вбок пойти, если не скорректироваться, как вот здесь. В принципе, скорректироваться-то ему тоже пора, но хотя бы сходить вбок – это уже будет хорошо для крипторынка. И для рынка акций. Но что с альткоинами, давайте посмотрим, потому что Ripple абсолютно начинает радовать. Посмотрите, Ripple наконец-то начал двигаться, причем к доллару это выглядит как просто отскок дохлой кошки пока еще, для многих, несмотря на то, что он вырос уже почти вдвое на 90%. Но, тем не менее, это все еще может быть отскоком дохлой кошки, как многие скептики говорят. Тем более, вот мы уперлись опять же в верхнюю границу нисходящего сопротивления, и сейчас это все может отвалить назад. И Ripple скам может? Конечно, может. Но другой вопрос в том, что Ripple сейчас меняет юрисдикцию на Канаду, соответственно, у них уже нет проблем с SEC, которые от них и так отстали. И Ripple к биткоину при этом показывает вообще шикарную динамику. Обратите внимание, на дневном таймфрейме у нас была желтая точка вот здесь, четко в этом месте. После чего Ripple к биткоину вырос уже на 125%. А на недельном таймфрейме Ripple к биткоину, мы с вами это обсуждали уже неоднократно в предыдущих видео, выдал вторую желтую точку вот здесь, на сайфере. И это, как ни крути, ребята, очень сильный сигнал. Тем более, что вот эта желтая точка предыдущая на недельке была зафейлена. То есть был очень вялый отскок. Это уникальный случай. Опять же, посмотрите на это, ребята. Посмотрите на это. И очень неплохой скрин сбросил товарищ в чате. А точнее, два скрина. Вот сравнение графика пузыря и психологии рынков с графиком Ripple к биткоину. Посмотрите, пузырь уже давно сдулся. Накопление уже больше трех лет. И как бы никто не верит. Депрессия, неверие. Мы сейчас входим в стадию неверия по этому графику. Ну и потом вот еще эта доминация Ripple. Это как BTC доминация, только доминация Ripple ко всему рынку. Посмотрите, она пробила многолетнее сопротивление с 2017 года. В последний раз, когда она его так пробивала, в том же 2017 году, чуть ранее, Ripple сделал около 100 иксов. Поэтому, смотрите, это уже что-то. Это, по крайней мере, не похоже на то, что это ложный пробой. Поэтому для всех Ripple to the Moon я хочу сказать, что вряд ли, вряд ли он еще закончил движение локальное. Да, мы уперлись в сопротивление. Да, здесь может быть сейчас, как с биткоином, какая-то возня. Но, во-первых, я вижу очень много шартистов молодых в чате у нас, которых ликвидация по 0.57 и по 0.62. Поэтому, почему бы ему туда не сходить, как минимум, вынести всех, пробив это сопротивление. Да, может быть, после какого-то отвала. Но, в целом, я думаю, что это куда-то туда. Отвал на дневке может случиться к сетке EMA Ribbon. Вот, как мы видим, она как раз находится сейчас на тех же значениях, куда я нарисовал примерно. Может быть, что-то вот такое. Поэтому, если вы Ripple to the Mooner, то все, что ниже 0.5, я думаю, что надо подбирать в долгосрок и ехать наверх. Но, что еще не улетело, как Ripple, так это его родной брат Stellarge. Stellarge, он же XLM. О чем, кстати говоря, я тоже делал пост у нас в Telegram-канале, поэтому обязательно проверьте подписочку на наш Telegram-канал. Ну и на наш YouTube-канал, тоже поставив лайк. Если вы зацениваете такой контент, ребята, спасибо за поддержку. Я написал, что обратите внимание на XLM, он всегда ходит вслед за XRP и пока еще не улетел. Посмотрите, какие объемы заходят в XLM и какую разворотную формацию он рисует на дневке. Поэтому, друзья, что мы здесь видим на графике Stellar? Так, это ту же самую желтую точку вот здесь. Правда, это график с Poloniex. Здесь видите, какие сквизы нереальные происходят. И тут это уже вторая точка. Если мы посмотрим на график XLM с Binance, здесь нет желтой точки, поскольку не было сквиза. Но здесь есть желтая точка вот здесь. И я знаю, что многие ржут над этими желтыми точками, но они это делают не от большого ума, ребят. Потому что если вы посмотрите на их отработку на старших таймфреймах, вы офигеете. Я вам показывал на SMP на недельках, на золоте посмотрите на месяц и отработку. И на любых других инструментах практически везде отработка идеальная. Поэтому смотрите сами, ребята. Можете посмотреть обзор по этому индикатору VMC Cypher. Он сейчас появится у вас сверху вот там, как им правильно пользоваться. Но по всей видимости XLM, он же Stellar, собирается нас тоже удивить. Опять же, посмотрите, сетка EMA Ribbon развернулась в бычью сторону. Будем надеяться, что не так, как вот здесь, ложно развернулась, а по-настоящему. И если мы сейчас пробьем это сопротивление, то я думаю, что на шорт-сквизах мы полетим очень далеко. Ну и по дэшу, кстати, тоже я хочу сказать. Все, кто его хейтит, по-моему, сейчас как раз лучшее время его тихо набирать на спот и на фьючах, на свой страх и риск, конечно. Потому что он тоже шевелится. Он так сильно уже не падает, посмотрите. Ему там уже падать-то некуда. Он показывает дневной медленный уверенный аптренд. Поэтому сейчас посмотрим, как он пробьет это сопротивление. И я думаю, что он тут же улетит просто куда-нибудь на 100 с чем-то, как вариант. Закрыв часть вот этого падения. Просто закрыв малую часть, ребята, вот этого падения. Чтобы вы понимали, это вообще ничего сверхъестественного. Если вы накинете обратную фибу с локального хая до локального лоу, то вы поймете, что то, что я нарисовал, это даже не дойдет до 0.23 уровня. 0.23 уровень – 140 долларов. А если он дойдет до 0.5, это 258 долларов. А золотой карман – 310 долларов. Просто надо понимать, что это абсолютная реальность. Это может произойти. Надо быть к этому готовыми. Вот, давайте глянем еще эфир. По эфиру тоже интересная вещь в том, что он, во-первых, не упал так сильно, как биток. Посмотрите, он держится все еще в восходящем локальном тренде. При этом, что интересно, эфир у нас с вами удержал еще также зеркальный уровень своего предыдущего сопротивления. Это примерно 1250. Уровень предыдущего сопротивления как поддержки. Соответственно, если мы сейчас его удерживаем и стремимся к верхней границе треугольника, то я думаю, что по эфиру мы тоже увидим какой-то очень бодрый отскок. Куда-нибудь, ну хотя бы на 2400. То есть переписав вот этот вот swing high, вот это сопротивление в 2000 с копейками. Потому что вот у нас предыдущая поддержка, как вы можете видеть, которая отрабатывала много раз. Это примерно 2500, ну возьмем в среднем, да, это 2500, 2600. Я думаю, что куда-то туда мы можем отпрыгнуть, даже оставаясь в этом макро, среднесрочном макро-даунтренде. Вот. Ну, в общем, будем смотреть сейчас, что будет по эфиру. А, и короткое объявление. Биржа Binance после моего прошлого видео про то, что они блокируют средства, прислали вот такой скрин и сказали, что это был всего лишь FAD. Просили передать вам, что все нормально, биржа работает в штатном режиме, никаких ограничений нету, все у них прекрасно. Вот, собственно, как и пишут люди, кто там остался. Поэтому, если вам нравится Binance, пожалуйста, используйте Binance, не вопрос. Но в качестве диверсификации я вам рекомендую все-таки раскидывать средства по разным биржам. Это реально очень помогает. Потому что, если одна биржа скомонет, у вас хотя бы еще на 3-4 останутся 80% средств. Или если на одной вас ликвиднет где-то, то у вас на другой останутся средства. Именно торговые средства. А так-то, конечно, надо вообще хранить все на холодных кошельках. Я в целом, ребята, настроен по быче. Посмотрите, как круто держат уровень плюс-минус вот этот 19-20 тысяч, какой у нас флет по биткоину. Видите, что тут есть очень хороший интерес. И, как я уже сказал в начале видео, умные люди, конечно же, набирают по таким ценам, а не продают. Просто отдаляйтесь и смотрите на график. Умные люди внизу канала покупают, а продают вверху канала потом тупым людям. И где этот верх канала будет, мы узнаем. Я думаю, что он будет гораздо выше, потому что с учетом money printer, ребят, биток уже должен стоить 200 тысяч долларов. Я вам напоминаю, что вот график биткоина к денежной массе. Есть такой график BLX-M1SL. Как бы по нему ясно видно, что мы с вами с учетом денежной массы, с учетом печатного станка ФРС, мы даже не переписали еще high в 20 тысяч долларов. То есть вот этот high наш в 64-69 тысяч долларов, он был ниже в нынешних деньгах, да, с учетом инфляции. Он был ниже на 40%. То есть это было примерно 12 тысяч в новых деньгах. А сейчас, понимаете, где мы лежим вообще? Мы сейчас лежим на дне прошлого медвежьего рынка в этих же деньгах. Мы сейчас лежим на 3 тысячах долларов с учетом денежной массы. То есть биткоин еще даже не был в бычьем цикле с учетом этого графика. Мы просто все это время падали. Это все еще медвежий рынок идет, как и по многим старым альтам. Но когда начнется бычий, друзья, то как бы биткоин, когда перепишет свой предыдущий вот этот high в 20 тысяч долларов, он уже будет стоить на 500% дороже. То есть он будет стоить, собственно, 100 тысяч долларов. Вот и все, ребят. То есть я вам хотел сказать, что вот эти 20 тысяч долларов сейчас с учетом X5 денег, которые напечатал ФРС, это уже 100 тысяч долларов. Поэтому, чуваки, просто осознайте эту мысль, что биткоин – это будущее. Его надо накапливать. И кто-то написал там в ответ на пост, что умные люди сейчас ничего не покупают, типа потому что кризис и финансовый Армагеддон. Вы поймите такую вещь, что вы не можете ничего не покупать. Если вы что-то продаете, а кошартите, значит вы обязательно покупаете то, за что вы это продаете. Аколонгуете это. Поэтому сейчас, если вы покупаете биткоин, то вы шартите тезер, вы шартите доллар. А если вы сейчас продаете биткоин или не покупаете биткоин, значит вы его шартите. Поэтому, чуваки, осознайте просто то, что как спекулянт, понятно, что, опять же, очень грамотно написал, чувак, надо фиксироваться, главное вовремя выйти. Но это только как спекулянт. Выйдьте куда? В доллары, которые обесцениваются. Выйдьте на ту часть спекулятивную, на которую вы хотите купить, покушать, грубо говоря, завтра. Или купить, я не знаю, квартиру, машину. Это надо выйти. И то уже много где по миру принимают битки вон. И вы можете купить и машину, и недвижку, и в Эмиратах, и много где в развитых странах. И заплатить за рестораны и так далее. Но вдолгу, ребята, битки, в том-то и дело, что из них не надо выходить. Посмотрите просто на поведение рынка за эти 13 лет и задайте себе еще раз вопрос. Надо ли было выходить из биткоина где-то? Вы скажете, надо было выходить вот здесь по 69 и откупить сейчас все по 20? Конечно. Надо было выходить по 20 и откупить все по 3? Конечно. Надо было выходить по 1200 и откупить все по 200? Конечно. Но это сейчас видно уже спустя время на истории. Точно видно теперь уровни, где надо было выйти, где перезайти. Но знали ли бы вы наверняка, купили ли бы вы тут, когда все продавали и орали, что это скам? Продали ли бы вы тут, когда все орали, что биток to the moon никогда больше не будет стоить дешевле? Нет, конечно. Вы бы все растеряли просто на этих торгах. Поэтому вдолгу, как ходлер, как инвестор, держите биток, не продавайте биток. Покупайте по любым ценам биток, хоть на любом all-time high. Вы увидите, как это окупится. Я вам серьезно говорю. Мы сейчас сидим на предыдущем all-time high. Такое было за историю битка всего один раз вот здесь. После этого мы улетели to the moon. To the moon не сразу будет, не прям завтра. Но пока вы накапливаете по хорошим ценам, вы очень круто усредняете свою позицию. И это обязательно в долгую даст вам иксы. Вот. Спекулятивную часть вы разгрузите. Ходлерскую часть будете держать. Все, что-то я заболтался. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайк, если вам нравится такой контент. Подписывайтесь к нам на канал, к нам в телегу. Всем профитроли, торгуйте аккуратно. Все ссылки на лучшие биржи в описании. И скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok